АЛЕКСАНДР ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВ Нашей творческой деятельности Мы экспериментировали с разными направлениями музыкальными Поэтому, не знаю, новая волна уже где-то с 80-х Даже к этому направлению Со времен, когда Михаил Литвин, бывший руководитель группы «Ронда», уехал в Америку А мы всегда играли, я не знаю, там, поп-рок и там мейнстрим, как его называют Стиль, в котором есть все от блюза до каких-то баллад с славянским филинсом Поэтому много переиграли чего разного Просто музыкант В тот период времени, если говорить о людей То больше было возможности ходить на выступления Билеты не были такими дорогими Аренда залов, аппаратуры, световых каких-то ферм И пиротехнических каких-то возможностей Они не были так раскачаны со временем Как во времени сегодняшнем, корпоративном Поэтому тогда, конечно, и сами концерты Легче было сделать и качественнее Сегодня, конечно, более качественно обслуживаются концерты Аппаратура более профессиональная Выставляется, райдер выполняется организаторами Более скорпулезно и профессионально Нежели чем раньше Опять же, жить стало поинтереснее и посолиднее Гостиницы стали хорошие Раньше там гостиницы были такого качества Те, кто жили в Советском Союзе, помнят и знают Что нужно было до туалета бежать, бежать Потом махнуть рукой и пойти обратно Ну, вы знаете, тогда все только начиналось По большому счету в 86-м году Когда страна открылась миру И вообще само понятие современной музыки Рок-музыки стало более открытым Потому что до 86-го года музыка была запрещенная Поэтому и, конечно, на волне вот этой перестройки Волне какого-то нового времени Конечно, много было людей Таких оптимистов, которые заражены были Вот этим новым временем Новыми возможностями И очень много было талантливых продюсеров Которые впоследствии там ушли в политику В какие-то там медиагруппы Поэтому много было профессионалов И желающих изменить все к лучшему А сейчас как-то все так устаканилось И не сказать, что какое-то инновационное новое время Прорыва музыкальных стилей, музыкальных течений Как-то вот все так в тихом болоте Никаких новых интересных каналов музыкальных не появляется Радиостанции тоже как-то живут во времени Таком своем, только им понятном Мало что происходит для того, чтобы молодые ребята Могли молодые музыканты показать свое творчество широким массам С 95-го года было принято решение Что помимо того, что мы делаем вместе с группой Я делаю еще какие-то сольные работы свои И начиная с альбома «Грешная душа и печаль» Такая музыка тоже стала востребованной Поэтому это нормальная мировая практика Когда солист или какой-то музыкант Отдельно выпустивший удачный альбом Имеет еще и концертную практику Отличающуюся от его какого-то сложившегося проекта В каком-то коллективе Поэтому это нормально Просто сейчас у нас на концертах много поклонников Старого нашего материала группы «Ронда» И приходят люди послушать из моего соленого творчества Спасибо Программу поэтому Как бы два в одном Не было Такого, знаете, разрыва Окончательного, что я вот ушел Долгое время работал в группе Всегда работала со мной Как концертный состав И в 2002 году мы приняли решение О том, что мы заканчиваем Создание нового материала вместе Потому что творческие тогда Какие-то мысли и устремления у нас закончились И мы просто предложили какую-то работу Друг с другом Более сессионную, что ли А потом ребята ко мне вернулись Когда в своих уже проектах поработали И вместе сейчас работаем И в концерте есть все самое лучшее От репертуара старого и нового То есть нет никаких противоречий Все так органично И баллады, и рок-н-ролл Все как-то имеет свое восприятие И людям нравится И старая музыка, и новая наша музыка Был проигрыватель Большое количество виниловых пластинок И у родственников тоже И пели в семье С детства Поэтому, не знаю, как-то вот Родители, я уже много об этом говорил И в интервью разных Купили мне В далеком детстве Не знаю, 6 или 7 лет У меня были премиумские музыканты Вот эту замечательную Ораторию, которая впоследствии Была воспроизведена в мультфильме И мне очень понравилась Вообще идея Ничего на свете лучше нету Чем бродить друзьям По пелу свету А часто группу Ронда Сравнивают с этим героем Там в клешах И у ее там Эти его друзья-музыканты То там был осел Петух, по-моему, этот самый Собака То там был И все это на самом деле Напоминает наш коллектив В зависимости от разных обстоятельств Вот И с тех пор как-то вот Всегда нравилось И в садике там И в школе пел тоже И впоследствии Когда брат, уходя в армию Оставил гитару Друзья были хорошие Которые хорошо играли на гитаре И хотелось там В компании Всегда барышням нравится Поэтому всегда бралась гитара Исполнялась какая-нибудь песня И таким образом вопрос решался В положительную сторону Замечательный город Очень светлые люди Но все, что касаемо Знакомства с городом Вы знаете, мы чужие На этом празднике жизни У нас все из окна автомобиля Или из иллюминатора Там взлетающего Или садящегося самолета Сверху город красивый Вот А из окна автомобиля Вообще все замечательно Светло Как-то сказать, что Состоялось знакомство С вашим городом Скорпулезное Я, наверное, слукавлю Если скажу, что это так А люди Прекрасные Приемы всегда На концертах Замечательные И Не знаю Мне нравится все, что связано С Советским Союзом Беларусь Как-то преемственность Эту всю Сохранила Сохранила И здесь Очень много людей Вот Похожих По своей открытости Сердечному Какому-то Биоритму С людьми Из Советского Союза Москва все-таки Как-то изменилась И вообще Россия Не знаю Как-то вот она Что-то больше От Запада Наверное Щерпает А мне вот Беларуси Именно это нравится Смотря ваши телевизионные программы Часто идут Старые мультфильмы Советские кино Очень много советского Доброго Такого светлого Вот это можно отметить Как что-то положительное Ну эту песню Сочинил Сережа Трофимов Замечательный бард И великолепный музыкант Поэт Вот Тогда его видимо Печалило что-то конкретное Поэтому вот он написал эту песню Но Мне показалась песня Имеющая Такую ностальгическую нотку По Чему-то светлому Ну что и каждого человека В принципе Беспокоит Или наоборот Радует Ностальгическая Тема Она Ну как-то всегда Является Такой очень важной В жизни любого человека Связанной Не знаю С детством С родителями С эпохой какой-то Поэтому Я бы не сказал Что у нас Прямо такие печальные песни Все плачут на концертах У нас такая светлая печаль Ну как-то комплекс неполноценности Слава богу Был пройден В тот период Когда наверное Что-то хорошее Стало происходить И Это было В далеких 80-х В филармонии Были старшие товарищи Которые что-то подсказывали Поэтому я как-то Безболезненно миновал Эту историю Понимаешь Что ты Занимаешься Той профессией Которой тоже Очень много Хорошего и светлого Людям несет Мне кажется Что нет смысла Себе какую-то корону На голову Взгромождать Есть смысл Хорошо работать На концертах В студии И совершенствовать Своё мастерство Как и любому спортсмену Любому творческому человеку Как только Мне кажется Человек Для себя определяет Что он какой-то Исключительный Мне кажется Творчество заканчивается И поэтому Не знаю Вам лучше этот вопрос Задать тем людям Которые Летают на частных Самолетах Пишут огромными Миньонными надписями На самолете Своё имя Подгоняют Лимузины Под трап А то и трап Сам сразу же Везёт там Артиста В гостиницу Есть у нас такие Сегодня Я За многое Стрепу С души По хребетре Сегодня Я Тебе вернусь Моя Неверная Власть На моя Вору Сегодня Я Не верю Песняры Сибры Конечно Те далёкие Старые Композиции Которые были Исполняемые Просто на таком Высоком Профессиональном Уровне Что для нас Это Всех Это была Хорошая школа И вокального Пения Пения Многоголосового То что делали Песняры Сибры И росы Просто замечательно Было И всегда Для нас Это были Наши старшие Товарищи Которые Учили нас Мне очень нравится Айова Катя Иванчикова Я считаю Просто Одной из самых Сейчас популярных И Очень-очень Где-то дерзких Мы с Катей На новой волне На детской Познакомились И я ей Много хороших слов Сказал Она там чуть сознание Потерял Ну мы как-то так В гримерной Поделились Взаимными Какими-то Приятными словами Но я считаю Что Катюша Сейчас Одна из самых Таких Харизматичных И Ну Певиц У которых Есть свой Совершенно Неповторимый Почерк И в написании Текстов И в милизмах Дерзость Это вот такая Ну я и сказал Что со времен Гузарова и Земфира Вот как-то Мало было На кого можно было Обратить внимание Она очень талантливая Первые деньги Это спортивный лагерь Я раньше был Помимо того Что еще занимался музыкой Спортсменом неплохим Занимался дзюдо Представляя Московское спортивное общество Динамо И от этого спортивного общества Мы часто ездили В такие трудовые Спортивные лагеря Там какие-то были Заработаны первые деньги Один из первых Лагерей был В Ферсоне Там была такая Деревня Антоновка И вот там у нас Располагался Наш спортивный Трудовой лагерь Я помню Что очень Курси хотелось И мы все деньги Потратили В местном Сельском магазине Купив консервы Ящик консервов Приволокли Для каждого артиста Важно Чтобы на твоем Концерте Были люди посвященные Люди не случайные Потому что Хуже нет Когда приходят люди Которых там нагнали На какой-то корпоративе А им вообще не интересно То, что ты делаешь У них совершенно Другие предпочтения Поэтому, конечно Очень приятно Когда ты видишь В зале людей Которые точно знают На кого они пришли Знают твое творчество Им нравится это И они сразу Включаются в концерт Вот Поэтому Ну Хочется видеть друзей И людей Которые тебе симпатизируют Все должны, мне кажется Приходить на праздник Вот то, что в Европе Отличает Если человек заплатил За билет, деньги Она всегда приходит Кайфовать Хочется так, чтобы у нас Тоже было Субтитры сделал DimaTorzok